История фонда-хранилища Сергеева Посадского музея-заповедника началась в 2001 году. Были построены фундамент, цокольный этаж и строительство было заморожено. Спустя 12 лет в преддверии празднования 700-летия Сергия Радонежского фонда-хранилища пытались реанимировать. Благотворительный фонд «Право на славу», который был создан специально под посадский проект московскими инвесторами, взял на себя основные расходы, а это полмиллиарда рублей. Заказчиком строительства выступило Министерство культуры Московской области МЧО ведение и перешло бы фонда-хранилище после завершения строительства. Но, увы, чудо не случилось. В сентябре 2022 года о фонда-хранилище вновь заговорили. Провели экспертизу, что его надо сносить, и будем работать в том направлении, чтобы Сергеево-Пасадский музей имел свое большое современное здание на месте фонда-хранилища с возможностью и показа собственных фондов, и возможностью, конечно, межмузейного сотрудничества, которое, я уверен, там возможно. Василий Кузнецов, министр культуры и туризма Московской области, на пресс-конференции ТАСС поздравил исполнительного директора музея-заповедника Алину Сапрыкину со вступлением в должность. Что мы ждем от нового исполнительного директора? Во-первых, это бережное отношение к этому музею, понимая его большую значимость. Наша задача, совместная задача, это найти новый опыт и осмысление тех коллекций, представить их в новых пространствах. Пока никаких сроков озвучено не было. Скорее всего, работу придется начинать с проектной документации, а быть может, и с формулировки новых задач, поставленных перед музеем. Оксана Мирожникова, Илья Халяпин, программа «События».